Дед Мороз и Снегурочка, концертные программы, подарки и, конечно, ледовые скульптуры. В столице республики стартовал традиционный фестиваль холода. Зима начинается с Якутии. Судить художественное мастерство работы по льду организаторы пригласили специального гостя из Финляндии. Подробности в нашем следующем сюжете. Зима началась в Якутии. Пока еще не официально календарная, но уже событийная, праздничная. Становящийся уже традиционным ежегодный фестиваль холода стартовал в городе Якутске с торжественного открытия конкурса «Бриллианты Якутии». По чьим мероприятие положен был одним из специальных гостей из Финляндии. Судить художественное мастерство работы по льду организаторы пригласили специального гостя Йохани Лилберга, президента Международной ассоциации ледовых скульпторов. Я занимаюсь этим делом уже более 30 лет и встречал очень много людей из Якутска. Я знаю мистера Маркова очень-очень хорошо. Он отличный артист. Один из лучших в мире. Лично для меня очень важно выразить что-то новое и важное, что-то современное. Конечно, я должен судить, исходя из правил, но, по-моему, креативность и оригинальность очень важны. Пока что сказочный городок еще кроется в ледяном материале, ожидая руки мастера. Но в субботу, 3 декабря, на официальном открытии ледового городка будут подведены итоги конкурса. Особенность этого года – это участие многих мастеров вместе со своими детьми. Мы вчера начали композицию. И вот Нюргуматор стремительный, он сражается с Нижним миром. И вот у нее есть чаша, в которой ребята будут кататься. Ну, маленькие ребята. И лучше климат. У нас холодно, поэтому работать трудно. Второе мероприятие зимней фестивальной программы – региональный конкурс детского творчества «Бриллиантовые нотки». Детские коллективы подготовили стихи, песни и танцы на темы «Зима, Север и Арктика». Главным призом конкурса было объявлено выступление лучшего ансамбля в Большом московском театре. По этому поводу специальным гостем контеста приглашена российская балерина-актриса театра и кино Эльзе Лиепа. В этот раз не как артистка и не как балерина, а как президент фонда культуры детям. И один из главных проектов нашего фонда – это конкурс-фестиваль всероссийского масштаба. Это серьезнейший федеральный проект, финал которого пройдет в этом году на сцене Большого театра. Как важно ребенку вот отсюда, из Якутии, думать о том, иметь возможность, перспективу приехать не только в Москву, а выйти на сцену главного театра страны и, в общем-то, главного театра мира. Я не знаю, поедет ли в этом году коллектив из Якутии, потому что, в принципе, наша программа предполагает Россия огромная. Наша программа предполагает, что каждый округ входит раз в два года. Следует напомнить, что ключевые мероприятия фестиваля начнутся с 1 декабря. Иван Подойницин, Гаврил Дючков, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.